Этой несанкционированной свалке уже 30 лет. Она располагается недалеко от жилых домов и доставляет жителям неудобства. Каждый год ее площадь росла. До начала ликвидационных работ она охватывала почти 3 гектара. Теперь же размеры свалки будут только уменьшаться. Впрочем, ликвидация стихийных мусорных полигонов в целях улучшения санитарно-экологического состояния республики по поручению главы региона ведется во всех населенных пунктах. В данное время мы часть мусора возим, вот этот карбулатский мусоросвалку, вот тут возим. А остальное будем по возможности вывозить. Сейчас мы его законсервируем, поставим. По возможности будем его потихонечку вывозить в мусороперерабатывающие вот это место. При ликвидации свалки местные власти параллельно предусмотрели альтернативу для выброса отходов. Здесь же подготовлена площадка, где в скором времени установят мусорные баки, которые будут обслуживаться привлеченными инвесторами. Однако и на новой площадке мусор будет только до определенного времени. На этой площадке, это размером 30 на 20, будет образована временная площадка для сбора и хранения мусорных отходов, ТБО, которые будут обслуживать организации по обслуживанию населения «Чистый мир», «Эколайф». Ими будут здесь установлены мусорные контейнеры и емкости по 8 кубометров для населения. Ими они будут вывозиться и обеспечиваться надлежащим состоянием вот этой мусорной площадки. После ликвидации несанкционированной свалки здесь произведут рекультивацию. Территорию приведут в порядок, учитывая особенности почвенного слоя. Такой же ликвидационный процесс запущен и почти завершен на всех существующих несанкционированных свалках в Назрановском районе. Туда входят сельские поселения Кантышева, Яндери, Экажева и Сурхахи. 95% ликвидирована вот эта свалка. На 60% ликвидирована Кантышевская несанкционированная мусоросвалка, образована еще с постсоветских времен. И на 70% ликвидирована несанкционированная свалка в сельском поселении Кантышева. Одна из главных задач в год экологии – создание новой системы обращения с отходами. В республике на сегодняшний день реализуется инвестиционный проект по созданию полного комплекса по сбору, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Полигон в Сунже уже запущен, правда, пока не на полную мощность. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.